Продолжение следует... Ну что, друзья, продолжим. В январе 1981 года истек срок деятельности отряда «Каскад-1». И нас всех, как говорится, попросили на выход. Ну, некоторые офицеры, в том числе я, написали рапорта о желании продолжить службу во втором формировании «Каскада». Какое решение было принято по рапорту, я не знал. И мы все отправились по домам. Я приехал в Донецк. Нам всем дали отпуска. И где-то через 10 дней мне буквально раздался звонок о том, что я к такому-то времени должен прибыть в город Москву для следования в Афганистан. И так я вновь оказался в уезде Шиндан в провинции Герард. Во втором формировании отряда «Каскад» команды «Карпаты». На этот раз «Карпаты» формировались из офицеров уже не Украинской Советской Социалистической Республики. Я все время именно подчеркиваю вот это Украинская Советская Социалистическая Республика. Потому что многие, даже милиция иногда пишет там «Украина». Я родился не в Украине, я родился в Одесской области, в Украинской Советской Социалистической Республике. Понимаете, в чем разница? Ну и, в общем-то, вторая команда «Карпаты» была сформирована из отрядов, из сотрудников Ленинградского управления КГБ, КГБ Белоруссии и северных областей России. Да, и Прибалтика. Просто, ну там были единичные, да. А в основном это было вот Ленинградское управление и КГБ Белоруссии. Коллектив, я вам скажу, во втором «Каскаде» сложился у нас очень дружный, боевой. Именно в «Карпатах» второго «Каскада» у нас появилась такая традиция выпуска стеной печати. Выпускались стенгазеты, в которых отмечались различные знаменательные события, поощрения, дни рождения. Мне было, в частности, поручено сочинять соответствующие поздравления в стихотворной форме. У меня в записной книжке сохранились некоторые из них. Вот сейчас я одно зачитаю вам. Называлось оно «Тридцатилетие». «Тридцатилетие» — круглая дата. Много еще впереди круглых дат. Годы, как паруса фрегата, Под ветром жизни рвутся, свистят. «Тридцатилетие» — чудесная дата. Пора свершений, пора надежд. И, кажется, нету такой преграды, в которой была б не пробита брешь. «Тридцатилетие» — особая дата, если ты в чужой стороне. За спинкой кровати приклад автомата, Торчит, как сухой пенек в траве. За мутным оконцем ливень февральский, В зиме короткой сулит исход. На перекрестках земли афганской Встретил товарищ тридцатый год. «Тридцатилетие» — ты вовсе не старишь. Много еще впереди круглых дат. Но позабыть нельзя, товарищ. «Тридцатилетие» — в уезде Шендант. Я прочитал это стихотворение, потому что это стихотворение было посвящено Володе Полонько, офицеру Ленинградского управления КГБ. Он, кстати, принимал активное участие в записи второй аудиокассеты, которая увидела свет весной 1981 года, где собирались... Там ребята были из рядового состава, такой дружный хоровой коллектив, подпевали. На мой взгляд, получилась хорошая вторая кассета. Вот Володя Полонько жив, но насчет здоровья не буду спорить, у нас у всех его не хватает. Володя, попрошу тебя, выйди, пожалуйста, сюда. Расскажи нам о том казусе, если возможно, который случился с тобой после одного моего интервью, где ты был упомянут. С удовольствием. Так получилось, что мне действительно повезло оказаться в одной команде вместе с Юрием Ивановичем в составе Ленинградской группы офицеров Ленинградского КГБ, которые передают тебе большой привет. Спасибо. Я пользуюсь этим и с вами сейчас. Вот в связи с этой возможностью, поскольку сегодняшнее мероприятие посвящено празднику органов ОСИК КГБ, СВР, ФСБ и всех других наименований, небольшая шпионская история из жизни разведки. Так получилось, что после завершения командировки нас разбросало по городам и весам. Так случилось, что мне пришлось поработать в органах советской разведки. В то время ПГУ КГБ, СССР, а затем СВР. И вот, значит, песни Юрия всю жизнь сопровождали и меня, и моих друзей. Их сейчас хранят даже самую первую кассету, вторую кассету, мои товарищи, с которыми мы вместе служили. И поют их даже не только в России, и странах СНГ, а даже в Израиле. Ну и так. В свое время, в 89-м году, мне пришлось находиться на работе в Канаде. Вот, прикрытием. Сейчас это уже можно рассказать. И однажды, под Новый год, вот так вот в декабре, есть еще одна дата, меня вызывает резидент и говорит, Владимир Иванович, а вы еще и поете? Оказывается, Юрий Иванович дал интервью газете «Правда». «Правда» было, в котором он упомянул о своем ансамбле, значит, который надо было сформировано. И в составе этого ансамбля он упомянул меня. Резидент меня спрашивает, что бы у них делать? Потому что расшифровка газет и «Правда». Вы представляете? Ну что? Я говорю, давайте мы конфискуем весь тираж. Ну, тираж, который пришел в Канаду. Мы конфисковали, значит, посольство, так прессу и так предотвратили расшифровку. Так что твои песни всегда с нами, и они сопутствуют. Да, вот такая история. Не знаешь, где выстрелит, так что надо с языком поосторожнее быть. Ну, вы знаете, я хочу также вспомнить доктора нашей команды, вот второго формирования «Канскада» «Канскада» Валерия Каковкина, майор медицинской службы из Львова. Большой юморист, в общем, великий оптимист, душа, можно сказать, любой компании. Сам он про себя говорил, я не врач, я дежурный автоматчик. Ну, поскольку мы его, как правило, с собой в рейды не брали, вот, поэтому охрану нашего расположения и боекомплекта он обеспечил, как старший караунный начальник. Вот, он говорит, что я дежурный автоматчик и, как говорится, через день на ремень. Вот, Валерию Каковкину я посвятил песню «Дежурный автоматчик». Исполним мы ее вместе с Володей. Холодный дождь стучит по крыше, по стеклам капреме звенит. Застыл дежурный автоматчик, На мину ночной прицел летит, Стоит, как памятник гранитный, омытый струнями воды. Комбинезон на нем защитный, Под незаплатные штаны. Я люблю строение автоматчик, Нравится мне, как стреляет он, И роднее мне родного брата, Брат, Прыгающий маленький патрон. Глядит он пристально и строго, Никто не смеет подойти, Но только знал бы, кто, как долго Пришлось ему на пост идти. Семь лет медвуза за спиною, Судьбу злодейку уж не вскрыть, Семь лет потраченных пустую, Назад уже не воротить. Я люблю строение автобара, Нравится мне, как стреляет он, И роднее мне родного брата, Брата, Прыгающий маленький патрон. Пусть в штабе командир надежа, Решает, как нам дальше быть, Дежурный автоматчик лежа, Огнем сумеет всех прикрыть. Пока чтоб надобности нету, Стоит он каменным столбом, С приклад прижался, как собака. Между третьим и вторым ребром. Я люблю строение автомата, Нравится мне, как стреляет он, И роднее мне родного брата, Брата, Прыгающий маленький патрон. Я люблю строение автомата, Нравится мне, как стреляет он, И роднее мне родного брата, Брата, Прыгающий маленький патрон. В концерте уже прозвучало несколько песен, Который я не пел здесь в мае этого года. Ну вот еще одна песня, Которая тоже... Ребята меня просили в записках исполнить ее. Мелодию к этой песне подобрал и аранжировал я. Текст написан, как я уже узнал, После войны Михаилом Смуровым. Песня была записана на второй аудиокассете. Дам несколько пояснений по тексту этой песни. Кто такие Ихване или Ихваны, Как указано в Википедии. В переводе дословно это Братство. Братья. Это воинствующее религиозное братство, Состоящее из ополченцев бедуинских племен. Заявляющее, что его члены посвятили свои жизни Очищению и объединению ислама. Ну что-то типа ваххабитов экстремистского духа. Их пачками забрасывали на территорию Афганистана, С территории Пакистана. Ну вот в песне также упоминается Шурави Духтар. Дословно переводится как «Русская девушка». Есть еще упоминание о Черикаре. Черикар – это город, Главный город провинции Парван, На севере Афганистана. Сейчас его талибы переименовали. А песня называется «Я воин, интернационалист». «Я воин, интернационалист». Хотя, конечно, дело не в названии. Пусть даже назывался бы «Я расист». «Вам легче бы не стало бы». Их Ваня. Мне надоело нервничать, Ведь нервы не сучок. Я нажимаю ласково на спусковой крючок, И хладнокровно трассеры по воздуху летят. И я хочу того же, чего они хотят. Их Ваня изогнулся, И дыбом устала шерсть. Вот их осталось пятеро, А раньше было шесть. Потом четвертый, пятый, третий, И второй упал. А в первого мой Сашка-друг И падают их они на землю, А потом мы складываем рядышком Их ровненьким пластом Работаем на славу. И Сашка-друг, и я Нас где-то за кордоном Зовут Вьетнам-Ремля. К нам в общем проявляет Огромный интерес. Папаша их Пшизинский, И дядя Сайус-Вэнс, Винтовка М-16. Китайский автомат. Но нам ведь не сломаться, Скажи, неправдай, брат. И все же летут, сволочи, Сюда вот креста. Их просто подносит Соседний Пакистан. Ведь и война такая Совсем не поутру. И морщатся от этого Агенты ЦРУ. Их Ваня, эхо, сволочь, Вот ему в дувал залез. Ну, здесь уж мне поможет Роди БАКС. Ведь он с плечами слазит, Сроднился он с плечом. И от меча погибнет Тот, кто пришел с мечом. А где-то дома Шуравин Ухтар. Цветет серень В походы до туристы. А ты рассматриваешь Триплекс Черегар. И очень тихо Слушаешь транзистор. Вот прозвучал воинственный напад. Мы в три минуты Покидаем роту. И вот опять Летим в желалопаду. Все так, как надо, Будто На работу. Сегодня ко мне подходили ребята. Просили исполнить Песни, которые я записал Из пламени Афганистана В альбоме Будь проклята война. С удовольствием исполни их просьбу. Первая песня о друге. Написана Яном Искевичем из Ташкента. Вечная ему память. Я в прорези прицела Бывал немало раз. Но вот остался целым. Меня товарищ спас От рук бесценный Вовка. Красавец и пижон Из бурок, из линтовки. Душманом был сражен. Мечтали мы Проветись с ним парпадок. Смеяться вместе Солнцу и весы, Хорошим был он другом И солдатом. Вы на слова Должны поверить мне. Хорошим был он парнем И солдатом. Вы на слова Должны поверить мне. Мы в рейды с ним ходили И с круч срывались вниз Из автоматов били. Где лебется карниз В лицо плевала вьюга И жёг нещадно зной. Но всюду помощь друга Я чувствовал спиной. Мечтали мы Мечтали мы Пройти с ним Тут только слабый норд Мы с Вовкой Через силу Покинули наш порт Внизу земля сверкая В объятия брала А враг нас поджидая Дырями Купова Тоска Порою гложет И я гляжу И я гляжу вокруг А вдруг Среди прохожих Мелькнёл Мой лучший друг Но быт того не может Сражён На повал И горю не поможет Ни бог, ни генерал Он не пройдёт Сегодня об арбату Не улыбнётся солнцу И с небес Хорошим был он Другом И солдатом Вы на слово Должны Поверить Мне Хорошим был он Парнем И солдатом Вы на слово Должны Поверить Мне Аплодисменты Ещё одна песня называется «Нам забывать нельзя». Написал Олег Ширяев из Одессы. Летчик транспортной авиации. Прошу вас послушать. Забывать с тобой никак нельзя, брательник, испетелённые палящим сноем дни. Когда запёкшись от крови водный тельник не оттерёшься от прострелиной спины. Опунишь с ума нашу первую награду. Пятиконечный орден боеводовик потом медаль вручились за отвагу. Давай за это выпьем по одной. Берег глазами бой в горах джела лопата. Когда колонна выезжала на карьер, мне часто снится та внезапная засада. И подорвавшимся на мини-БТР. И я плевать хотел на эти разговоры, что мы ошиблись в мой тело-користан, что говорит, да вы хоть раз поделил горы, когда в прицеле вас поймал душман. Давай помянем нашего старея, да ты ведь помнишь, каким он парнем был. И кто бы знал о том, как я жалею, что фотографию его не сохранил. Как он погиб нелепо на стоянке, когда уже мы возвращались в тыл. Он расстелил, ушла, уснул от танка. Танкист не знал и на рассвете раздавил. Нас забывать с тобой никак нельзя, противник, испределенный паляш через тлоем дни. Когда запекшись от крови водный тельник, не отдерешь ты от простреленной спины. Когда в друзей без промаха стреляют, и сердце плачет, правда ветеран. И высоту, когда печально набирает Гаран Ташкент, как улетающий дюльба. И высоту, когда печально набирает Гаран Ташкента, улетающий дюльба. Второй каскад прекратил свою деятельность в июле 1981 года. Я возвратился в родной Донецк, где продолжил службу в Донецком управлении КГБ. Как я ранее уже упоминал, творческий накал угас, нахлынули дела по оперативной работе. Но все же несколько песен мне удалось написать, поскольку война в Афганистане продолжалась, и мои эмоции, переживания были еще довольно сильны. Хочу вам сейчас представить песню «Родник». Она была написана, как и песня «Кукушка» в соавторстве текста с Виктором Ивановичем Кочетковым, поэтом-контроликом. У меня сборник. Виктор Иванович был с собой в Афганистане. В 2004 году я это стихотворение Виктора Ивановича значительно переделал, и, как всегда, я вектор текста направил на Афганистан. В 2004 году я впервые эту песню представил на фестивале антивоенной песни в Харькове. Занялся не первое место как автор-исполнитель. Послушайте. Песня «Родник». Глухая степь афганская до рыжие пески «Родник». А то и больше лев Жара утих от вечера «Вперед!» сказал комбат Взревев моторы весело Уносят вдаль ребят Уносят в ночь неясную С надеждой на рассвет Удачу Деву Красную Да жизнь на сотню лет Удачу Деву Красную Да жизнь на сотню лет Зачем ты сердце запросилась снова Туда в пределы От шумевших дней Что ищешь ты На рубежах былого Не наискать В памяти моей Да Тридцать лет Немалый срок Уходит В даль Афган Но тот Прозрачный Ручеет Наш Верный Талисман Своей Прохладною Водой Он Жажду Утолил Надеждою И Чистотой Нам Души О России Пусть Бывает Нелегко И сердце Дробь Напьет Я мысленно Из ручьев Напьюсь И вновь Вперед Вперед Во имя Всех Ребят Что Полегли В бою Дороже Жизни И наград Мы Ценим Честь Свою Дороже Жизни И наград Мы Ценим Честь Свою Зачем Ты Сердце Запросилась Снова Туда В пределы Подшумевших Дней Что Ищешь Ты На рубежах Вылова И на Искателе Памяти Моей Глухая Степь Афганская Да Рыжие Пески Родник Устала Булькая Стекает В котелки В сам Шелоком Не высечен Его Зеленый След Ему Наверно Тысяча А то и больше лет Ему Наверно Тысяча А то и больше лет Браво! Еще одна песня Из послевоенных Называется Не надо о войне Знаете Я ее хотел бы Вспомнить Под аранжировку Когда записывался Диск Кукушка Аранжировку Написал Аранжировщик Гиа Турабелиза Вот Он готовил Этот диск К записи К сожалению Он не успел Закончить Работу Над альбомом В 34 года Ушел из жизни Грянул Инсульт Ну вот Мне хочется Эту аранжировку Вам Показать Послушайте Не надо о войне Показать 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 Мы Еще не знали О том В прошлой жизни Остался вокзал Растаял Печальным Кудком Показать Снов Иный Ветер Швырял Песок Пуль Шарных Раздавался Свист В злых Объятьях Сжимал Нас Восток Теля Своих И чужих И чужих Труд Не надо Опять О войне Война Это боль И большое зло Грусть На сердце Осколок В душе Шрам Под прядью Сердых Волны Смей Встань С рассветом Выйдем мир Полной Грудью Воздух Вдохни Пусть Развеется Черный Дым Самой Долгой Нашей Войны Надо Верить Надо Жить Каждый День Как награду Дести Будь упрямым Сквозь Бури Плыть Путь Земной Этот С честью Пройти Друг Не надо Опять О войне Война Это Боль И Большое Зло Грусть О сердце Осколок В душе Шрам Под прядью Сердых Волос Волос Грусть О сердце Волос 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 Шрам Под прядью Селых Волос 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 Аплодисменты Концерт Освящен органам госбезопасности России. Безусловно, я не могу не вспомнить, и это уже становится традицией о ярком представителе нашей службы Игорь Николаевич Николаевич. Поэт, композитор, ветеран афганской войны, офицер отряда КГБ СССР «Каскад-4», полковник КГБ в отставке, член Союза писателей России. Русский Киплинг именно так охарактеризовал своего товарища по перу поэт Саша Карпенко. Скажу откровенно, мне очень нравятся песни Игоря, я с удовольствием их исполняю. Позвольте вам представить две песни Морозова из периода его раннего военного творчества. Первая песня называется «Орден кулаки». Разожми кулак, сведенный, друг, товарищ, Пусть засветится эмалевый рубин. Он тебе напомнит заливопожарище и разорванную сталь бронемашей. Он напомнит злое небо, чак-вардака, Догорающий на склоне вертолет. Как захлебывалась пятая атака, И как кто-то грудью лег на пулемет. Ну а эти за столом под образами, За скатеркой из зеленого сухна. Не они тебя на рейды провожали, Не они тебе вручали ордена. Знаешь, друг, давай пойдем по ресторанам, Как давно ты в ресторанах не бывал. Поглядим, как там куражатся нэпманы, Прожигающие частный капитал. Нам отпустят все грехи официантка, И под вопли электрических гитар. Ты расскажешь про обстрелы на саланге, Я тебе про непокорный конданар. Кто-то нас объявит жертвою ошибки, Кто-то памятник при жизни возведет, Кто-то в спину нам пролает недобитки, Кто-то руку понимающий пожмет. Помнишь, Пашку, а Валерку из Баграма Оба в восемьдесят первом полегли. У Павлухи только старенькая мама, А Валерка звал невесту Натали. Кредитос не прячь, глаза ведь мы, мужчины, Ну-ка, девочка, неси еще беда. Звезды брю, по традиции старинные, Так на фронте обмывают кардинанты. Выйдем в полночь, постоим под фонарями, У бессонницы забавенья не проси. Отвези нас на свидание с друзьями, Несговорчивое позднее такси. Эль, шофер, неужто мало четвертного, Или слишком мой суровый иналит? Отвези нас до поселка Востряково, Постоять у краснозвездных пирамид. Эль, шофер, неужто мало четвертного, Или слишком мой суровый иналит? Ну, подбрось нас до поселка Востряково, Помолчать у краснозвездных пирамид. Еще одна песня Игоря, Она как раз ко времени, Мы в преддверии Нового года, Песня мне очень нравится, Называется «Вальс четвертого года войны». Не слышим небесом, Кружится снег над крышей, Затянут в облаках, Полночный небосвод. Звучит случайный вальс, Над модулем притихшим, И под его мотив Уходит старый год. Звучит случайный вальс, Над модулем притихшим, И под его мотив Уходит старый год. Что было в том году? Дороги, да дороги, Да скрежет на зубах Горячего песка, Да новые друзья, Да старые тревоги, Да мины под ногой, До пули уиска, Да новые друзья, Да старые тревоги, Да мины под ногой, До пули уиска, С гвоздя гитару снял, Густовый вертолетчик, На строне унисон, С аккордами души, И добрый старый вальс, Среди акадской ночи, И мысли, и сердца, И звезды за кожей, И добрый старый вальс, Среди акадской ночи, И мысли, и сердца, И звезды за кожей, Плывет, качаясь вальс, Над древними горами, Не слушая войны, Не ведая преград, Мы грезим наяву, Любимыми глазами, Пожатием нежных руд, И шорохом ресниц, Мы грезим наяву, Любимыми глазами, Пожатием нежных руд, И шорохом ресниц, Пусть голос твой охрит, Нету в звуках фальши, И кончающийся год, Израстет польеон, Играй, пилот, играй, О том, что будет дальше, А мы тебе сейчас Тихонько подпоем, Ночь коротка, Спят облака, И лежит у меня на вагоне, Незнакомая ваша рука, Не слышен невесом, Тружится снег над крышей, Затянут в облаках, В полночный небосвод, Звучит случайный вальс, Над модулем придившим, И под его води, Приходит новый год, Звучит случайный вальс, Над модулем придившим, И под его мотив, Приходит новый год, Звучит случайный вальс, Еще одна песня Игоря, многие считают, Что это одна из его самых удачных и лучших песен О войне в Абванистане, песня называется Помяни нас, Россия Помяни нас, Россия, В декабскую стужу, Перед тем, как сойдешься За праздничный стол, Вспомни тех, кто присяги Тебе не нарушил, Кто берег тебя вечно И в вечность ушел Вспомни тех, кто присяги Тебе не нарушил, Кто берет тебя вечно и в вечность ушу. Помяни нас засыпанных пеплом и пылью, Пулеметами врезанных в скаренную твердь. Запиши нас в историю горестно и пылью. И рубцом материнское сердце отметь. Помяни нас, Россия, и злых и усталых, Одуревших от сноя, без сна, без воды. От пияющих жизнь, от привала к привалу, От звезды до звезды, от беды до беды. Помяни нас и гордых атакой победной, Ни на шаг, ни сошедших совзятых вершин. Ни трибунною речью, ни строчкой газетной На скрижалях великой любви запиши. Помяни нас, Россия, в извечной печали, Сватарусую косу свою расплетят. Мы оставшимся помнить и жить завещали, Жить, как коротко прожили мы для тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Как я уже рассказывал ранее, я не боюсь повториться. В Афганистан я с собой захватил сборник стихов Виктора Ивановича Кочеткова. Называется вот «Отзывается сердце». Это поэт-фронтовик 1923 года рождения. Особо подчеркиваю год рождения, Потому что это год рождения выпускников Школ 1941 года. По статистике, большая часть этих ребят Сложила головы на войне. В Афганистане я часто обращался к этому сборнику В поисках себя на войне. На войну-то попал в первый раз. Мне очень нравилось стихотворение «Весь просвечен заревой покой». Написано было в 1961 году. Я решился на переделку текста, Дописал два куплета, Подобрал мелодию. И так родилась песня «Кукушка». В 1991 году мне посчастливилось В Центральном доме литератора в Москве Встретиться с Виктором Ивановичем Кочетковым. Это была незабываемая встреча. Это было для меня знаменательное событие. Виктор Иванович оставил на этом сборнике Свой автограф. Суть которого в том, что именно благодаря мне Он стал причастным и к этой войне. Для чего я вновь это рассказал, Я об этом уже раньше говорил. В интернете мне часто попадаются Много версий, аранжировок Песни «Кукушка». Но редко где указываются Авторы стихов и музыки. Поэтому я хочу официально заявить. Автор музыки Песни «Кукушка» Ваш покорный слуга Юрий Кирсанов. А стихи принадлежат Перу двух авторов. Виктора Ивановича Кочеткова, поэта-фронтовика. И Юрия Кирсанова. Послушайте песню «Кукушка». Песня «Кукушка» Песня «Кукушка» Кукушка «Кукушка» Снится часто мне Мой дом родной. Лес о чем-то О своем мечтает. Серая кукушка Песня «Кукушка» Сколько жизнь осталось Мне считает, Серая луга Покушков за рекой, Сколько жертв осталось мне, считает. И прижался ласково к цветку, В степень лёг погульника примятый. Не звучат ленивые тупу, Отмеряя жизни моей даты. Не звучат ленивые тупу, Отмеряя жизни моей даты. Снится мне опушка из цветов, Вся в рябинах тихая опушка. Восемьдесят девяносто сто, Что-то ты расщедрилась. Кукушка. Восемьдесят девяносто сто, Что-то ты расщедрилась. Кукушка. Я тоскую по родной стране, По её рассветам и закатам. На афганской выжженной земле, Спят тревожно русские солдаты. На афганской выжженной земле, Спят тревожно русские солдаты. Они тратят силы, не скупясь, Им знакомых холод и усталость, Дни свои не копят про запас. Кто им скажет, сколько их осталось, Дни свои не прячут про запас. Кто им скажет, сколько их осталось. Так что ты, кукушка, погоди, Мне дари чужую долю чью-то, У солдата вечность впереди, Ты её за старостью не путай. У солдата вечность впереди, Мы её за старостью не путай. Спасибо. В завершении своего выступления я хотел бы спеть вместе с присутствующими здесь и ребятами-афганцами, и те, кто просто любит афганское творчество, песню «Афганская». Желающие могут петь с места, подойти к микрофону. Михайлов, на выход. Давай, все вместе. Мы по призванию намерей, братишка, автомат, четкие команды, приказания, и в кармане парочка гранат. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожаришь к риге мусульман, крохот автоматов взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним садобою, как мы шли в ночи, вспомним, как бежали в горы вас мочи, как заградал твой грозный АКС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. На костре в дыму трещали ветки, в пятерке длился крепкий чай. Ты пришел и стал из разведки, много пил и столько же молчал. Синими замерзшими руками протирал сподевший автомат. И о чем-то думал, креветами, головой откинувшись назад. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожаришь к риге мусульман, крохот автоматов взрывы за рекой. Вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи, Вспомним, как бежали в горы вас мочи, как заградал твой грозный АЭС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец. Самолет заходит на посадку, вышел моторами гулят, он принес патроны и взрывчатку. Вспомним, товарищ, мы Афганистан, зарево пожаришь к риге мусульман. Крохот автоматов взрывы за рекой, вспомним, товарищ, вспомним, дорогой, вспомним с тобою, как мы шли в ночи, Вспомним, как бежали в горы вас мочи, как заградал твой грозный АЭС. Вспомним, товарищ, вспомним, наконец.